приветствую считаете ли вы что то что русских изгнали из чечни во время конфликта это справедливо спасибо приветствую никаких русских во время конфликта никто никуда не изгонял это ложь откуда у тебя эта информация русское население либо покидала чечню либо было убито российской артиллерии российскими российской авиации и ну и небольшая часть и сегодня осталось нам живет их никто оттуда не изгонял там солжец хочешь сказать 200000 сами по себе уже и чечни да именно так я хочу сказать а и кто-то смысле посадил в товарные вагоны и отправил что конечно сами по себе ушли до изгнать выслать это когда 43 23 февраля 44 года к тебе приходят солдаты выводят всех и товарные вагоны сажают и отправляют в казахские степи в сибирь вот это значит выслать это значит изгнать а они да сами ушли абсолютно верно салам алейкум всех благу алейкум ассаламу рамтула баракату баракаллаху фики мария предыдущему комментарию они русские вот просто так взяли и ушли по собственному желанию или спасались от расправы так давай знаешь определимся вот с чем во время девяностых был бандитизм по в целом по россии и люди как бы многие от этого страдали но никто не говорит что были изгнаны допустим какие-то народы там из питера или из москвы на тот момент никто этого не говорит эти те люди которые тогда уезжали кто-то действительно стал жертвами жертвами стали кто-то снова не стали жертвами бандитизма но чеченская власть власть и чхерии дудаев никого не изгонял и никого по национальному признаку не преследовал наоборот дудаев когда вот эта вся катавася началась увидев что есть притеснение русского русскоязычного населения которое в отличие от чеченцев было менее защищено так как у чеченцев благодаря вот этой тайповости родственных связей очень крепких кровной мести которая действует благодаря этому мы были менее подвержены бандитским вылазкам нападением русскоязычное население было более подвержено и когда туда его это увидел он наоборот издал указ обязывающий государственные органы взять под защиту русское население поэтому никто не может сказать что власть и чхерии как-то притесняла русскоязычное население но при этом бандитизм он был да он был бандитизм был как и по всей россии пострадали от него русские люди до пострадали бежали от него русские люди до бежали но основная эта масса людей бежала от чего от российских авиа ударов артиллерийских ударов вот от чего бежала основное население потому как артиллерия вот этот снаряд который летит он не разбирает и русский или ты чеченец плевать он не хотел самолет который летит и скидывает на тебя бомбы он тоже понятия не имеет там русский человек или не русский у меня в школе я учился вичкерии все свое школьное детство я учился при 4 и все мое школьное детство у меня были русские учителя в основном классные руководители все были русские люди у меня было очень много соседей я жил в грозном у меня было много соседей русских людей и большинство из них погибли и большинство из них погибло от российских российских артиллерии там авиаударов и так далее вот и делаю выводы подождите я сейчас чеченцев не трогаю это отдельная тема когда там русские выгоняли убивались дома выгоняли неправда неправда вошли после того как начали уничтожать с ними русские системе и выгонять это там просто бежали оттуда потому что убивались но это неправда ну давайте тогда если вы не хотите отвечать про те 307 русских вам важно что убивали чеченцы давайте я там тогда вам задам такой вопрос это было массовое убийство правильно если люди бежали чечне было масса убийства русского населения правильно вы говорите да соответственно должны были войти под предлогом защиты русского населения заходили под предлогом восстановление конституционного строя вы помните эту формулировку первой войны ельцин приказал и зашел смотрите ладно тогда давайте так есть ну смотрите если девяносто девяносто четвертом году вводили войска из-за того что чеченцы устроили геноцид над русскими правильно вот где вот два вопроса простых роман серьезные вещи обсуждаем да это часто русские нас обвиняют и я сам много об этом говорю с русским но гонение в чем заключалась и их убивали их убивали много убивали или это был единичный бытовой случай не ну сколько тысячу 2000 100 тыс ты скажите гонение чем роман это понятно в рогане не в чем заключалась убивали русских убивали я не знаю убивали на ли ну как я вам скажу я вам скажу я а я вам скажу роман я вам скажу что у дудаева жена была русская и по национальному признаку в принципе такой политики даже исходя из этого не могло быть потому что дудаев не был по крайней мере антирусистом или каким-то националистом во первых во вторых он был советским генералом советским генералом которому генералу не дали бы если бы он проявлял бы какие-то момент этого ты в третьих у нас дудаевым была создана комиссия за контролем потому что ваша пропаганда как сейчас в украине вы врете то есть а также вы врали про нас чечню и вы говорили что русских то убивают геноцид устроили 200 тысяч вырезали и так далее так вот дудаев создал специальную комиссию за контролем за правами русского русскоязычного населения чеченской республики и получалось так что русскоязычные могли обращаться в эти комиссии когда их кто-то ущемляет а чеченцы нет соответственно как в государстве в чеченском государстве по конституции все граждане равны но у русских были привилегии больше это небольшая привилегия я ничего против этой привилегии ними потому что ваша пропаганда днем и ночью врала мы вас не убивали это наши граждане мы их не убивали мы уважали своих людей у на цены упали русские многие начали уезжать том числе военные роман потому что уезжали потому что боялись вам были стычки и ваша пропаганда днем и ночью как в украине сейчас врет также врала что сейчас русских будут убивать там чечены злые и русские простые русские которые смотрят телевизор они боялись а знаете как дальше делалось они продавали квартиру чеченцам и выезжали когда все много людей начало выезжать цены упали и вы знаете это был девяносто первый год роман у меня слушаете я для вас это все раз вот смотрите цены упали когда массово продают плюс девяносто первый год помните какое-то время было девяносто первый девяносто второй год может слышали какие тяжелые времена были для всей нет ну то время совок развалился и было очень тяжело так вот когда эти русские выезжали в ставрополь в ростов в минеральные воды им предлагали написать бумажечку что их выгнали только в таком случае им давалась компенсация от российского государства те русские которые проявляли принципиальности говорили нет что у вас квартиру отобрали и вас выгнали кто проявлял принципе их обзывали предателями им надо было прожить 50 лет рядом с чеченцам прийти и оговорить этих чеченцев сказать они говорили нет им говорит со мной учились русские у меня в классе я только от нас двое чеченцев всего было у нас все русские были армяне русские евреи и сейчас мы общаемся с некоторыми и они говорят ну вот так нас вынуждали мизерную получить компенсацию это об этом так вот я хочу вернуться к тому что никакого геноцида осужденного ни одного чеченца нет по статье геноцид и массовое убийство мирного населения есть за терроризм за убийство военнослужащих ментов и так далее но нет ни одного убить осужденного чеченца даже вашим нечестным судом не говоря уже про честный европейский суд ни одного чеченца нету ни одного массового захоронения русских сейчас территория полностью под контролем россии нет ни одного массового захоронения мирных граждан кроме тех кого убили российскими бомбами и говорили что их будут что мы их убиваем для того что зная что сейчас войдут войска а в грозном у нас жила там до 80 процентов русскоязычного населения я родился вырос грозном у нас все вокруг были там две-три-семи в огромном дворе пять-шесть домов две-три-семи чеченцев остальные все русские зная что будут потери военные вы прекрасно это знаете что заходя в мирный город обязательно будут потери уже на нас это списывали плюс нас расчеловечивали называя нас плохими убийцами и так далее мы вышли не из российской федерации а из советского союза юридически все верно мы построили свое государство вы ваши кгбшники чтобы раз в разворовать собственность рсфср приватизацию провести отвлечь внимание народа послали на нас войска вот я закончил а 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 Субтитры создавал DimaTorzok